Подружки, привет! Сегодня мы, о боги, на улице. И так приятно снимать для вас видео. Не в доме уже, не в квартире. В общем, что у нас сегодня происходит? Сегодня у нас воскресенье. Замечательный, прекрасный день. День выходной для меня. Потому что сегодня Рэм едет к бабушке. И у бабушки он останется весь день. Сейчас 11 часов утра. Мы его сейчас отвезем и заберем только вечером 8 часов. И вы даже себе не представляете, какое приятное ощущение от этого у матери. Ну, а хотя чего же не представляете? Конечно, представляете, любая мама поймет меня, когда я скажу, что у меня сегодня праздник, потому что ребенок отправляется к бабушке. В общем, я тут, как вы видите, утеплилась, потому что в Санкт-Петербурге ветер жутко сыро. И поэтому любое приближение столбика термометра к нулю, оно ощущается как минус 39. Поэтому тут действительно нужно утепляться. Потом в лифте где-нибудь найду зеркало, покажу вам свое пальто, которое мы вот буквально вчера купили. Потому что здесь, правда, очень-очень холодно. Значит, куда мы с Грантиком бежим? Мы с Грантиком сейчас бежим в Атоню, поскольку нам нужно быстренько купить Рэму горшок. Так как он у бабушки редко остается, горшка там у нее нет. Я до сих пор его не купила и не отвезла. Значит, нам нужно быстро купить горшок. А потом мне нужно посмотреть ему книжки, развивашки всякие. И, собственно, горшок отдать папе. Там еще какой-то совок купить, чтобы они с бабушкой могли тусоваться в песочнице. И все, я их отправляю к бабушке. И мы с Грантиком идем домой. Дома вам уже расскажу, что у нас еще за эти дни произошло. Потому что произошло очень много всякого разного интересного. Ну, короче, если меня мой капюшон тут не удушит. В общем, мы с вами еще поговорим дома. А что касается Грантика, тоже важный вопрос, по поводу которого вы меня спрашиваете всегда. Как же одевать ребенка на улицу? Вот сегодня у нас 5 градусов, но на самом деле ощущается такая, будто бы морозная, наверное, погода. И Грантик у меня здесь в хлопковом своем слепике, потом в кашемировом комбинезоне теплом, шапочке и в зимнем конверте Бугабу в коляске. И вот таким образом мы с ним гуляем, и ему очень-очень тепло. Потому что вот этот конверт Бугабу, вот оригинальный для коляски или для прогулки, ну для люльки или прогулки, это просто вещь потрясающая. Очень теплый, очень качественный, ну и безумно красивый, супер вещь. Ну что ж, годовой план продаж в Атоне обеспечен. Я тут, так сказать, не кисло затарилась. Здесь у меня очень много всяких крутых штук, которые я нашла, развивашек для Рэма. Собственно, зачем набила свою сумку для покупок этими развивашками? Все просто. Мы сейчас, когда уже выздоровели и способны уже активно заниматься, тем более, что не ходим в сад, и заниматься придется нам самим, мы вплотную занялись речью ребенка. Два с половиной года Рэма пока еще не говорит толком. И поэтому наша задача, как родители, понять, какие факторы тормозят его развитие, его речь. И, собственно, будем заниматься и помогать стимулировать ребенка, чтобы запустить эту речь. Дома также расскажу, какие еще мероприятия мы запланировали. Очень интересно, поскольку действительно очень активно этим вопросом сейчас занимаемся. И, конечно же, няня наша тоже занимается мелким. Но для того, чтобы их занятия были продуктивными, чтобы он как минимум от него не удирал, нам нужно предоставить все вот эти развивашки и, собственно, материал, с которым они могут вдвоем играть и работать. Ну, в общем-то, сегодня этим мы и займемся. Ладно, сейчас мы поднимемся с котенком наверх и буду вам все показывать, подружки. Ну и вот я серьезно, абсолютно утеплилась. Прям как на Северный полюс собралась. Но я вам скажу, что жить в Санкт-Петербурге – это прям Северный полюс. Компания Didriksons называется. Это шведский, ну, можно сказать, эквивалент Кэрри или Рэймы. Мамочки, вы знаете, поскольку для детей это, конечно же, лучшая уличная одежда зимой. Ну, в общем, есть такой Didriksons. И я там прикупила вот такое длиннющее пальто, дабы меня не продувало и чтобы я была вот просто, как это, в скафандре. Печенюшка у открытого, открытого прямо на распашку окна будет в своей люльке прекрасно спать. Я закрою дверки, включу камеру, чтобы за ним наблюдать и все. Пойду показывать вам наши прелести. А ты, человек, отдыхай. Рэйм у нас тоже сегодня утеплился. Смотрите, какую красоту мы купили ему. Это комбинезон компания Кэрри. Я в прошлом году ему купила желтую куртку зимнюю этой же фирмы и была в полном-полном восторге. Куртка действительно изумительная по всем своим свойствам. То есть она теплая, не продувается, она мембранная, не пропускает снег, дождь, влагу. И очень здорово, ребенку комфортно, тепло. Плюс ко всему, несмотря на то, что она была ярко-желтая, и есть ярко-желтая, до сих пор мы ее носим и будем носить, она очень круто стирается. То есть она не маркая. Ну и в этом году я решила попробовать взять комбинезон этой же компании. И в целом очень-очень довольна. Он, конечно же, на вырост прям очень. 98-й размер, и тут я уже отвернула рукава, также подвернула вот эти вот ножки, и у нас получились вот такие вот манжеты. И мне кажется, он еще года два, а того и три будет носить этот комбинезон, потому что он действительно по размеру очень-очень такой прям. Ну не знаю, неправильное слово, наверное, универсальный, но большой. Сейчас он в нем, ну не то чтобы тонет, нормально, ему вот этой зимой будет удобно в нем бегать, но он чуть-чуть великоват. В следующем году будет прям то, что надо. Может быть, еще через сезон, но вот впритык, если он не вытянется у нас сильно. Ну ладно, по крайней мере, два года точно будем таскать этот комбинез. Цвет у нас в этот раз темно-темно-синий. Ну и вот такая прелесть с кармашками, всеми отражателями, ну короче, все как надо. Отличный зимний комбез. В случае кэри я, конечно же, особенно кайфую от их отделки. Все эти детали, как они эти куртки делают, ну по сравнению даже с Рэмой, я вам скажу, это намного-намного лучше качество. И приятнее для мамы, потому что вот эти все материалы, они очень эстетически приятные. И комбинезон выглядит, ну прям, очень хорошо. Все, подружки, так, Грантика на мониторе вижу, за ним мы наблюдаем. И могу быстренько вам рассказать, как же у нас тут дела и что у нас новенького происходит. По поводу здоровья малышей буду с вами говорить в следующем моем видеоролике, поскольку завтра мы едем снова к педиатру, и педиатр нам скажет, как наше здоровье, ушла ли пневмония, помогли ли антибиотики и все ли с нами в порядке. Так что по этому поводу расскажу вам в следующем видеоролике. Сегодня моя такая главная тема, которая меня сильно-сильно волнует, увлекает и которой я активно занимаюсь, это речь моего старшего ребенка, речь Рэма. Как я уже сказала, и вы многие меня спрашиваете, говорит ли мой ребенок. Нет, он толком в свои два с половиной года не говорит. Он говорит мама, папа, и сейчас мы активно занимаемся тем, чтобы запустить эту речь. Первое, что мы сделаем и делаем для этой всей истории. Во-первых, это активное занятие с ребенком, постоянные ежедневные стимуляции запуска этой речи в виде развивашек, которыми занимаемся мы, это минимум полчаса в день. Второе, это активный разговор с ребенком, то есть мы сейчас его стимулируем на эту речь таким образом, что мы не даем ему все, что он хочет по первому требованию, используя все его А, М, Б, тыканье пальцем и так далее. То есть мы сейчас, если он что-то просит, к примеру, там, банан, мы ему говорим Рэм, скажи Дай, и тогда мама, папа тебе даст. Это банан, то есть мы произносим по буквам Б, А, Н, просим его произнести каждую букву, и потом по слогам, и потом все слово, и он медленно, но уверенно действительно начинает произносить эти буквы, эти слоги, слова уже полные, ну, скажем так, нет, потому что все-таки тяжело, но мы к этому приближаемся, идем вперед, и я вижу в нем, что он может это сделать, и если вот мы будем действительно так же заниматься, он это все сделает. А, помимо этого, чтобы не быть, скажем так, вот самоучками-дилетантами, мы в четверг записались к неврологу, я очень хочу записаться к конкретному доктору, но у нее очень длинный лист ожидания, поэтому я жду, пока мне позвонят, и тем временем мы записались в, как это называется, клиника, она при детском, детском педиатрическом университете, и там есть невролог, который специализируется на развитии речи малышей, и поэтому мы вот в четверг поедем как раз-таки к ней, посмотрим, что она скажет, ну, и уже как второе мнение пойдем к неврологу, к той доктору, которого я хочу, вот именно, которому я хочу записаться. Это второе. Также мы сейчас ищем дефектолога, я еще это обсужу, естественно, с неврологом, но если я не ошибаюсь, если я правильно понимаю направление его работы, оно отличается от логопеда, если логопед занимается с ребенком, который уже, ну, по большому счету говорит и говорит неправильно, то есть он исправляет дефекты речи, в том числе и, конечно, запуск речи, но больше дефекты речи, то дефектолог, он вот как раз-таки работает с детками, которые не могут никак запустить эту речь и помогают в этом вопросе. Я еще уточню, если там еще какая-то подноготная из серии, там, физические проблемы, там, болезни, которые влияют на запуск речи в случае дефектолога, и тогда мы уже примем решение окончательное, вот пойдем мы к дефектологу или пойдем мы к логопеду. Пока я думаю про дефектолога. Но это мы с неврологом обсудим. Ну и, конечно же, мы переходим на один язык. Сразу прошу от комментаторш и самых вот умных подруг, которые сейчас с триумфом скажут «Мы тебе говорили! Не надо с ребенком говорить на двух языках, с рождения говори с одним!» Короче, подруги, давайте без этого. Мы в этом вообще не заинтересованы. Такого плана комментарии, они, во-первых, непродуктивны, они не имеют никакого смысла, и толку в них нет. И я вот это слушать тоже не хочу, поэтому всех, кто будет тут пальцем у меня крутить, трясти и рассказывать мне, как они были правы, все в блог сразу удаляются до свидуси. Это видео я записываю с надеждой, что это видео будет полезным не только для нас, чтобы хотя бы вот смотреть развитие моего ребенка, но и также для вас, чтобы это было полезно, чтобы те мамочки, которые задумываются о речи ребенка, чтобы они тоже могли что-то полезное для себя взять. И сразу нужно сказать, что когда ребенок не говорит в два с половиной года, это не катастрофа, не нужно никуда сломя голову бежать, и тем более, если вы попадете к специалистам, которые вам будут говорить «Господи, все, потеряно!» и это вот просто конец света, пожалуйста, мамы, не слушайте, расслабляйтесь, и просто спокойной головой занимайтесь своим ребенком, потому что до трех лет запуск речи – это нормальные процессы, если ребенок до трех лет еще не говорит, это тоже нормально. Единственное, что мы можем сделать – просто не терять это время. Вот мы сейчас два с половиной, решили этим вопросом заняться и не ждать, например, до трех или до четырех, думая, что ребенок сам как-нибудь заговорит. Скорее всего, этого не произойдет, здесь нужна помощь родителей. Опять же, я много раз вам рассказывала, что я из билингвальной семьи, я ребенок билингвальной семьи. Я с рождения в своей семье слышала два языка, и я начала говорить до двух лет, очень быстро. Брат мой немного позже, после двух лет начал говорить. Там дети в моей семье, у моих родственников, у моего брата, все билингвальные, и все заговорили до двух лет. Даже наш кузен, маленький, который родился на пару месяцев позже Рэма, он уже разговаривает, несмотря на то, что семья тоже у него билингвальная, и они говорят на нескольких языках в семье. Вот у нас, в моем случае, в случае моих родственников, эта история не повлекла за собой задержку речи. Все супер. И поэтому я спокойно разговаривала с ребенком на английском, муж мой на русском, и в Латвии бабушка на латышском. То есть у моего ребенка три языка, которые он прекрасно все понимает. Он на все эти языки реагирует, отвечает. Дело в том, что он понимает контекст, и, например, наши жесты. Ну, грубо говоря, если я скажу ему, Рэм, принеси маме эту черепаху, показывая на нее пальцами, и вот ему говоря, вот эту, вот эту, когда он на меня смотрит, и он в контексте моих жестов может понять, что я хочу эту черепаху, и ее принесет. Нет. Это мы проверяли. Если Рэм сидит спиной, он меня не видит, не видит моих жестов, не видит мое лицо, я ему скажу, Рэм, принеси маме, пожалуйста, черепаху. Он встанет и принесет эту черепаху. То же самое. Включи свет в ванной. Он пойдет и включит свет в ванной. И причем он это сделает, если я попрошу его это сделать либо на русском, либо на английском, вообще без проблем. Следовательно, делаю вывод, что со слухом у него проблем нет, и с пониманием языка у него проблем тоже нет. И сейчас моя цель облегчить его задачу запустить речь, чтобы он начал говорить. И именно поэтому мы убираем английский язык, база которого, кстати говоря, заложена, он его прекрасно понимает, и мы к нему вернемся немного позже, когда мы запустим все-таки речь. И мы будем заниматься исключительно русским, потому что русский это такой основной язык, и образование он тоже будет получать на русском. И также, когда мы уже вернемся в сад, там тоже ребенок будет разговаривать на русском языке и слышать русскую речь. И следовательно, поэтому мы весь этот процесс сокращаем или вот как-то направляем на один только язык, и будем заниматься этим конкретным языком. И да, как я уже сказала, 30 минут минимум занятий в день, то есть это развивашки, это мелкая моторика. Ну и впрочем, то, чем мы занимались все эти два практически с половиной года с ребенком по развитию его возраста, но что мы немного упустили, конечно же, с моей беременностью и с рождением малыша. То есть последние месяцы у нас не было возможности и ресурса с ребенком заниматься. Ну и плюс, конечно же, как я сказала, няня тоже будет нам помогать, будет ребенком заниматься, и я должна ей предложить арсенал тех развивашек и книг, и пособий, которые будут нам в этом вопросе помогать. Ну а дальше уже занятия либо с логопедом, либо с дефектологом, они помогут нам, как я уже упомянула, не быть дилетантами в этом вопросе, потому что все-таки профессионал поможет нам и покажет, как правильно заниматься ребенком, как правильно ему помогать. И, собственно, все это мы будем имплементировать, все это мы будем внедрять и будем смотреть в ближайшие, ну, как минимум пару месяцев, я думаю, какой прогресс у Рэма будет как раз-таки после запуска занятий по развитию речи. Ну ладно, сейчас покажу вам, что я тут уже купила. Я думаю, что вам также будет полезно посмотреть, что есть в магазинах и что мы можем использовать для того, чтобы помочь ребенку начать говорить. Ну и вот, смотрите, что я тут ребенку купила. Значит, здесь в основном, конечно же, книги и все, что нам будет помогать с ним разговаривать и ему красочно и очень, так, с таким хорошим выражением, с эмоциями рассказывать о том, что в мире происходит, используя слова, естественно. Ну так вот, первое, давайте книжки посмотрим. Здесь всякие разные. Тут детский этикет в сказках. Я посмотрела эту книжечку, она мне понравилась, потому что здесь у нее текста не так много, и в то же самое время можно ребенку что-то полезное рассказывать, его учить. Потом Агния Барто, конечно же, стихи, которые мы будем с Рэмом учить, читать. Ну, первое время, конечно, родители будут читать, потом уже Рэм будет какие-то слова вставлять, ну и впоследствии будем их учить. Дальше басни, естественно, Крылов, ну здесь, сами понимаете, все знают, что такое басни Крылова. Так, здесь у нас сказки на ночь, эта книжечка ровно так же, текста немного, и ребенок спокойно сможет высидеть, пока мы прочтем одну-две сказочки ему на ночь. Потом я учусь говорить. Вот такие вот я нашла. Здесь книжечки про транспорт, тут и текста немного, и слова названия предметов, и здесь окружающий мир на разные тематики. Дальше главная книга малыша. Так, что у нас здесь? Ну и здесь тоже букварь, все возможные предметы, какие-то действия, цифры. Ну, короче, здесь очень много всего. Тут еще мне нужно разобраться с этими книгами, но я думаю, она полезная. Так, следующая букварь, учимся читать, тоже 2-3 года, и вот здесь вот непосредственно уже буквы, слоги и так далее. Так, потом 17 историй и сказок для первого чтения, и тут серия этих книжек, у меня их тут, по-моему, две, а, да, две. Вот, одна вот такая, здесь про животных, я ее взяла, там еще они были несколько, но я взяла вот как раз-таки те, которые мне казались поинтересней. И тут, наверное, все, что связано, ну, тут тоже про животных, про гигиену, про сон, про дом, ну, и, в общем, так. Так, и тут, не знаю, что это такое, но мне показалось, что здесь можно будет это тоже хорошо использовать. Это 10 развивающих плакатов. Букварь, я думаю, что их на стену, да, ну, вот так они выглядят, их можно будет прилепить на стену. Но я посмотрю, куда они используются. Стена у нас вот, будь здоров, место есть, так что сможем их тоже использовать. Для мелкой моторики, что я взяла, вот тоже такой букварь, здесь и буквы, и циферки. То есть это вот такой маленький пазлик, знаете, как большие вот эти ковры, только для ручки. Вот моя рука, вот, он прям маленький. И ребенок сможет доставать эти буковки и их называть, учить, ну, и, следовательно, также моторику развивать. И здесь тоже фигурки. Это тоже очень важно. Ну, и тут еще для наших развлечений, то, что Рэм действительно любит для мелкой моторики, также и для более интересных игр, это динозавры. Здесь у нас Play Doh, наш пластилин, то есть это лепка, это, конечно, мелкая моторика. И тут его любовь к динозаврам, яйцам динозавров, ну, и, в общем, он сможет с этой штукой тоже играть. И последнее, здесь у нас азбука от Малышариков. Малышариков он очень любит, мультики их мы тоже смотрим. И вот здесь я решила взять такую книгу. Здорово, что здесь, помимо самой книги, есть еще звуковой эффект, сопровождение, так сказать. И можно будет слышать, как эти буквы произносятся. Он сможет нажимать и легче, надеюсь, таким образом запоминать эти буквы. Ну, а сама книга, она прекрасная. Тут очень красивые картинки. Ну, и вот алфавит. В общем, будем вместе изучать. Что касается мультиков, мультики мы тоже сократили в течение дня. В общем, мы стремимся сейчас дойти до максимума полчаса мультиков в день. Сейчас это, наверное, час-полтора мы смотрим все-таки. Но уже стараемся хорошенечко и сокращаем это время. Так что в ближайшем будущем мы, я думаю, от мультиков, ну, не то чтобы откажемся, но дойдем до этих 30 минут в день и вечером перед сном за 2 часа уже мультики мы не включаем. Это уже тоже большое достижение и здорово, что ребенок он не протестует. И еще наклейки. Вот такие вот всякие разные тоненькие книжечки с многоразовыми наклейками, азбуками и так далее, и так далее. Это тоже ребенку будет очень интересно. Ну вот, и помимо купленных наших новых пособий, у нас, естественно, здесь есть чем заниматься. Здесь у нас, если помните, наши тетради школы Юлии Фишер. Рэм их просто обожает, эти тетрадки. Они прям супер. Ими мы занимаемся. Потом здесь возможные карточки у нас есть, книги в том числе. И, конечно же, наши комплекты умницы. У нас есть комплект интеллект и комплект говорим на русском языке. Вот ими мы тоже активно занимаемся. Их также мы используем. Плюс ко всему, вот такие вот пазлики всякие разные, которые стимулируют также мышление логическое ребенка. Тоже мелкую моторику. И, конечно же, вот всякие разные вот такие вот штуки, видите, которые можно нанизывать на ниточки. То есть это тоже вот такой вот у нас цирк. Там всякие паровозики, слоники и прочее. И вот здесь есть ниточка, и мы нанизываем эти все фигурки с ним вместе и составляем веселые паровозики. Ну вот, подружки, это все наши пособия, которые в доме на данный момент у нас есть. Также буду с вами делиться, как прошли наши визиты и к неврологу, и к дефектологу или логопеду. И я буду делать эти ролики отдельные, тематические, как раз-таки только на тему развития речи ребенка и запуска речи ребенка. И буду вам рассказывать, как же у нас с этим дела и показывать все эти наши занятия. Я думаю, что это всем нам будет очень-очень полезно. И, конечно же, вы делитесь в комментариях своим опытом, своими историями о том, как ваши малыши запустили речь, во сколько они начали говорить, или если они не начинали говорить по норме, как вы помогали ему эту речь запускать. Ну, в общем, делитесь, потому что всем нам, мамочкам, это очень полезно. И я думаю, что вместе, общими усилиями мы действительно малышам своим поможем заговорить и заговорить правильно. На этом сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем вам, подружки, доброго дня, доброй недели. И мы с вами увидимся в следующем видеоролике, в котором я вам расскажу, как же дела у Гранта со здоровьем, как наша пневмония, как у Рэма здоровье, и как проходят наши встречи с нянечкой. Потому что там тоже есть о чем рассказать. И сейчас они такие, ну, интересные. Я за своим ребенком наблюдаю и, честно признаться, удивлена немного его реакцией, его поведению, поскольку, ну, не ожидала именно такого исхода и такого течения событий, как раз-таки, что касается няни. Но об этом в следующем моем видеоролике вам будет интересно. Все, на сегодня, пока!